хай бибисы сейчас вам расскажу короче историю что со мной произошло ближайшие вот эти вот недели что происходило собственно с теткой короче я больше полугода не хочу никаких вообще взаимоотношений в целом с людьми будь то дружеские партнерские типа я не хочу ничего вот желание у меня нет ну и короче для вас снимала видос как обычно чат рулетку и после него мне написал какой-то чел я думала что это какой-то обиженный из чат рулетки который хочет надо мной порохлить либо ну типа как-то не знаю может сумму утвердиться еще что-то хочешь ну и подумал петух какой-то я вам короче ответила начала его снимать для вас сделать контент думала сделаю почему нет но в итоге оказалось что это просто чел который увидел мой видос я ему понравилось он решил со мной познакомиться мне понравилось только то что он млад вот ну потом я уже начала узнавать его как человека короче мы очень прикольно общались каждый день созванивались он не знаю врет или нет в раунд можно не общаемся он из другой другой стране сейчас и так далее короче мы общались было очень приятно кому актуально он телец по однаку ну типа уже интересуетесь короче очень зашел чел еще вот так мило и типа и созвоны и там он спрашивал меня за семью типа какую бы свадьбу я хотела детей что такое говоришь вкидывал такие знаете моменты были как типа аля я ему говорю что вот мне астролог сказала что я замуж выйду в 40 лет он говорит я столько ждать не смогу ну короче вкидывал такие вещи которые меня цепляли как девушку да вот теперь такая непростой мальчик вот короче мы общались и было классно весело и тут просто чувак берет и типа пропадает из моей жизни просто перестает писать звонить меня как человека ответственного это начал калить ну типа мы заранее обговаривали как бы я хотела общаться какие у меня цели он говорил свои цели и намерения потому что легкость меня в принципе не интересует вот и на тот момент отношениями тоже не интересовали но сейчас они тоже не интересуют ну просто он мне зашел типа он такой душный такой вот знаете я люблю вот таких вот молчаливых таких вот отстраненных спокойных они мне доставляют удовольствие то что в душе я такой тип человек я спокойная стабильная меня устраивало то что он такой душнил а который не просто молчит типа вот эти паузы какие-то непонятные вот ну и короче он пропал я не то надо что-то решать что-то делать проходит два дня я начала переживать руку там нами не подорвали еще что-то произошло я напишу тебе груза ты живу здорово все это хорошо да все хорошо я работаю ладно проходит еще короче на три опять не пишет ну а мне хочется общаться я вам пишу короче говорю за игру ты вообще меня почему своим вниманием так делил а у меня такой говорит за ну вот мы все тельцы такие работяшки и так заработался и все типа не спросил как мои дела это далее не до этого настораживало что чувак не интересуется моим состоянием он спрашивает как мои дела на не спрашивает о моем состоянии это важно то что мы с ним делились короче он меня был как интернет-друг моя муза вдохновение очень не зашел человек своей лаконичностью четкостью точностью но вот собственно в итоге он мне пустого момента я ему больше не писала тоже мне желание отпала общаться с чуваком который типа ну получается что сливается а я типа навязываюсь человеку зачем это нужно не люблю таких людей честно потому что я стабильно в своих чувствах эмоциях человеку вот ну как бы у нас не было навязчивости взаимоотношений дал нам и перегляем к тем кто вызывает какие-то эмоции типа одно и то же да и когда чувак тебя там задалбливает и так далее я даже проверяла типа я другими мужиками активизировалась начала общаться нашу блин типа он нереально интереснее чем вот эти персонажи в итоге проходят неделю он мне не пишет не звонить я так переживала и так плакала вы бы знали ребят не очень было плохо и просто я сейчас перестала реветь на камеру я как-то выгорела не знаю мне вообще ничего не хочется я поэтому занимаюсь от типа с психологом решая эти вопросы потому что желание ничего нет вообще ни к чему в общем в итоге проходит неделю он не пишет огромное сообщение что ему не присуща суть в том что типа ты такая классная красивая прекрасная и вообще типа я не знаю когда я приеду то есть типа он не говорил одну дату итоге теперь он не приезжает оказывается вообще в целом в россии да вот все обещания этого да и плюс типа там которую стабильность он не обещал формата отношений она тоже типа я тебе это не могу дать у меня срабатывает бинго потому что точно такая же ситуация была со мной два года назад чуваком тоже тельцом которым не очень нравился но этот чувак хотел просто шпехаться хотя поначалу проявлялся как партнер постоянно вот очень странное на самом деле поведение от мужиков но и когда ты ему не даешь эти кити по сливаются в моем случае короче в итоге он не это сообщение пишет я ему отправила голосовые где высказал все что я о нем думала о том что типа зачем вообще надо было общаться и по нафиг это делать и вот у меня знаете девочки почему я это все рассказываю то я к тому что вот стоит отпускать вот таких людей и ведь я даже не могла заподозрить что вот этот чела кажется таким дерьмищем потому что на него я делала очень большие ставки вот эти розовые очки да мои которые как говорит вероника степанова бьют стеклами внутрь просто так было неприятно и я вот прям ощутила боль такую жесткую мне так было не представляется как мне сложно было отказаться от человека потому что он мне так понравился он вот реально мне стал интернет другом вот правда типа я уже не могла жить без общения с ним как с гасаном да типа я гасану позвонить написать приехать к нему он ко мне вот ну типа общаться то есть мне хотелось большего общения и то я делала что у меня тоже какие-то свои дела но мне так хотелось какого-то коннекта типа с чуваком ну вот я ему выделяю время она меня человек не может выделить время так вот и я очень долго думала типах чё же проблема как долго день вот с психологом тоже у меня такая замечательный психолог честно я его очень люблю но она вот знает куда надавить мне она мне начало типа ну может ты погорячилась может стоило проанализировать ситуацию чего-то его сразу заблокировала я такой человек я из крайнести но я объясняю ей свою позицию каждый раз хотя она меня пытается сдвинуть на середину золотую чтобы я и не там не сам вот вот такая вот сюда была колебалась на средней линии но знаете чё стрелки на мид не ходят стрелки идут на золотую линию вот mobile legends в общем кто понял то понял я к тому что типа я либо что-то делаю хорошо либо не делаю вообще это касается всего я либо дружу либо не дружу вовсе я либо люблю человек встречаюсь стабильности нахожусь либо не встречаюсь вообще у меня не бывает чего-то среднего вообще и знаете с этим жить гораздо круче чем на половину честно могу сказать это мне помогает очень много достигать вот короче я что еще такую истерику впал мне так было больно обидно я хочу знать чем девки сказать вот и мужики тоже кто страдает по девчонкам пухой правда потому что ну типа мы не можем держать ответственность за людей они будут приходить нашу жизнь будут уходить и это нормально и невозможно быть уверенным уверенной в человеке полностью ни в каком вообще к сожалению потому что мы даже себя порой не можем отвечать не понимать какие-то свои состояния типа почему я себя так веду почему я вот это делаю или вот это как я отпустила я просто приняла тот факт что мне сказали что я не нужно вот типа мне сказали что я тебе не могу дать того что ты хочешь но я хочу с тобой общаться то есть он вот так вот сказал вот и типа ты мне так нравится такая красивая такая умная но блять он сказал я тебе не могу дать того что ты хочешь а нахуй мне человек который не может не дать того что я хочу вот просто если вам чел говорит вот эту хуйню который мне сказал блять бегите бабы очень тяжело отказываться не представляете как мне было тяжело даже мне человеку с опытом человеку который понимает уже шарит вот за всю эту ересь мне было очень тяжело отказаться но я понимал что у другого выхода из ситуации вообще броса его не существует и здесь уже все есть клиника вырастите что зевая 8 утра я всю ночь не спала я играла поднимала рейтинг в мобайл леджинд нашла команду чуваков себя вот короче не знаю завтра будем играть или нет новых найду если чё вот я просто приняла вот этот факт у меня гасан тоже вот у меня замечательный друг честно всем вот бы такого но он мой только мой он не сказал такую еще много режиме те человек напрямую сказался пошла нахуй и чё ты типа пытаешься здесь найти что-то там давать шанс ждать анализируешь погорячилась ли ты и так далее нет блять если человеку вы нравитесь я вам серьезно говорю он блять не пропадает мужики до долбоёбы есть которые пропадают я и видосах об этом говорила но если мы будем говорить про что-то серьезное когда вы нравится человеку ну блять но не пропадет человек но если уж и пропадет то это будет как бы предупреждение да что типа я мне надо побыть одному потому что он написал что я там хотела побыть один посидеть своему гугли и то есть человек не задумался над тем что типа другого человека это может как-то задеть и кто-то может за тебя переживать волноваться почувствовал где ты вот я хочу общение мне тебя не хватает вот челик просто такой типа на похуй и все ну сами понимаете да какая интересная ситуация складывается что тут еще и вот этот пахуизм до эгоизм человека что я не думаю о твоих чувствах эмоциях и как ты хочешь чтобы было то есть я думаю только себе это это вот понимаете вот эта совокупность качеств которые в нем проявились они не подкрепляются серьезностью абсолютно у нас у каждого есть минусы но есть такие вот лютые ошибки которые он допустил и из-за может это ошибки а может он правда такой человек я в жизни не видела он меня за ручку там это не водил он меня через лужу не нет на руках не переносил поэтому я даже не могу сказать какой он человек может он и хороший или плохой наоборот вот просто я не могла предположить что такое может произойти я очень большие ставки на него делал я клянусь он мне так понравился но он просто сам все всрал челу ну правда он все втоптал хорошее что между нами было как бы я не говорю что я золото у меня есть я совершаю ошибки но я грубая очень но я объясню мне нет цели обидеть человека и унижать то есть у меня есть границы которые соблюдаю по отношению к другому человеку и прошу этого же в свою сторону именно поэтому я вам хочу сказать еще раз что не стоит позволять вот если к вам так относится пропадает чел но вообще но не стоит даже акцент делать на человеке потому что это глупо дальше будет только хуже и вам будет только тяжелее с таким челиком абсолютно деградация неправильное поведение потому что еще раз говорю человек не задумывается о ваших чувствах то есть и здесь не может быть причин в какой-то навязчивости ваш еще чем-то здесь причина в навязчивости окей может быть только в том случае если вам реально нечего делать и вы всегда ждете вот так целыми днями да не перестите работать кушать спать и ждете чтобы с ним пообщаться это конечно этап влюбленности нравится человек но ту матч погружаться слишком вот у это все искренне не советую потому что вы будете очень навязчивыми и сами не заметите по как то что ты и просто у вас разговоры будут ни о чем потому что рассказать будет не о чем знать почему то что вы ничего не делаете вы тупо сидите и ждете челика вот поэтому я всегда говорю что надо чем-то заниматься что вам было что рассказать я понимаю что у вас может быть очень много историй как у меня я могу дома сидеть ожидать сообщения но у меня очень много историй но у вас должна быть некая уникальность и подкрепленность эмоциями поэтому нужно чем-то еще параллельно заниматься чтобы и не человек это не заебывать и себе мозг не ебать то есть что все было налегке общение налегке что такое это вот как раз таки когда вы еще чем-то занимаетесь в жизни вы не ждете человека не сидите не пердите а вы прекрасно понимаете да мы созвонимся спишемся вы думаете о человеке но вы все равно живете вы учитесь работаете еще что-то делаете не надо погружаться типа все абстрагироваться от всего и это вообще это самая большая ошибка которых совершают люди во взаимоотношениях и нельзя просто совершать это категорически запрещено я вам серьезно говорю это приведет просто не обратимым последствиям вот ну и собственно здесь другая у нас была проблема с ним что вот заметьте как я говорю у нас у меня нет акцента что он там чем-то виноват он такой как он и есть я такая какая есть я такой хуйни не терплю и посылаю нахуй потому что ну блять это люто для меня это прям вообще как вздает очень жестко его поведение очень плохое неправильно вот поэтому девки и мужики работайте занимайтесь делайте что вам там надо и вы конечно слушайте что говорит человек на усвоительное действие вот это конечно классно когда он там за свадьбу спрашивают да как мне до задавал вопрос какие-то милости делал акцент что хочет увидеться с моей семьёй так далее он ну типа приятно да тем более что для меня семья играет важную роль очень важно главенствующую роль вот ну то есть как бы такое интересный формат заставляет задуматься хочется как бы хочется хочется короче он все я все сказал что хотела люблю слушаем пока